Приветствую вас, давайте для начала определимся с вами так, что делать, чтобы что. Что вы хотите по итогу? Чего вы хотите по итогу? Если выстраивать отношения по-другому, так, чтобы не было вот таких историй больше с вами, это одно. Если вы хотите, значит, значит, как-то переделать своего мужчину, это другое. Если вы хотите, чтобы, значит, мужчина, ну, как-то в меньшей степени обращал внимание на свою бывшую, так, кто там она, кто там она, значит, ну, просто на свою бывшую девушку, да? Если вы хотите, чтобы он меньше внимания обращал на свою бывшую девушку, то, соответственно, нужно менять свое поведение. Ну, нужно менять свое поведение и смотреть, что же все-таки могло, значит, спровоцировать мужчину на то, чтобы обратить внимание на свою бывшую, при том, что он общается с вами. Значит, получается так, по факту, что с вами он не получает того, что, ну, вот, того это ему нужно, да, видимо? Ну, ну, если, если, если он общается с бывшей, вот, если он общается с бывшей, значит, что он не получает того, чего, что ему нужно от вас. Логично. Вот. Мне кажется, что вполне. Вот на это в первую очередь и стоит обратить ваше внимание. Сначала определите, что делать, что делать, чтобы что. Вы чего хотите сами, потому что, ну, не очень понятно, знаете, чего вы хотите для себя именно. Вот. Это первый момент. А, значит, момент второй. Момент второй. Вот вы пишите, что, значит, вам 24 года, а вы живете с мужчиной, ему 36 лет. Вот. Разница в возрасте между вами составляет 12 лет. 12 лет. Когда имеет место быть такая разница в возрасте, как правило, можно говорить о том, что у вас были некоторые проблемы, вероятно, вероятно, были некоторые проблемы с отцом. То есть просто были некоторые проблемы во взаимодействии с вашим папой. Вот. И именно это, то, что были взаимодействия, были проблемы во взаимодействии с отцом. И обусловила тот факт, что ваш мужчина старше вас на 12 лет. На мой взгляд, на мой взгляд, здесь нужно работать в первую очередь именно тем, чем обусловлен ваш выбор. Ну, вот. Такого, собственно говоря, мужчину. С чем этот выбор связан? И уже исходя из этого, можно будет делать какие-то дальнейшие выводы. Исходя из этого, уже можно будет давать какие-то рекомендации относительно того, что вам делать в дальнейшем. Вот. Это первое. По поводу возраста, да. Дальше. Живем полтора года, женат не был, детей нет. Меня тоже. Замечал ранее, что общается со своей бывшей. Ну, если вы, как вы говорите, замечали ранее, что он общается со своей бывшей, то очень важно, как вы на это реагировали. То есть, вот, увидели, что он общается со своей бывшей. Как отреагировали? Сказали что-то человеку, ну, мужчине. Дали понять, что вы заметили, что вам это, ну, что вам это неприятно, например. Или вы ничего, ничего не сделали. Никак не сказали, что неприятно. То есть, ну, вот вы замечали, хорошо, вы замечали, а дальше что? Делали, делали, делали ли вы что-то с этим? Или нет? С тем, что вы замечали. Не задавали ли вы своему мужчине, например, вопрос о том, почему он это делает? Ну, то есть, просто, для чего? Он это делает. Не, ну, не спрашивали ли вы его об этом? А если не спрашивали, то по какой причине не спрашивали его? Понимаете? То есть, мне кажется, что вот здесь нужно, конечно, разбираться. Мне кажется, что здесь нужно разбираться. Как и что с вами происходило. Да? То есть, тут вы заметили, что он общается со своей бывшей, но, видимо, поначалу никак не реагировали. Это может говорить о том, может свидетельствовать о том, что вы, ну, допустим, я не буду сейчас утверждать наверняка, да, я не буду утверждать наверняка сейчас. Но это может свидетельствовать о том, что вы, например, недооцениваете себя. Допустим, вот просто недооцениваете себя и то, что вы сами из себя представляете. Ну, просто недооцениваете, по моему мнению. Вот это может свидетельствовать об этом, в том числе. Знаете, какая история? И естественно, естественно, что, естественно, что с этим нужно разбираться с вашей самооценкой. на неё, на неё, на неё нужно смотреть, вот, её нужно корректировать, вот. И, соответственно, уже исходя из того, что будет выявлено, да, уже можно будет вносить какие-то корректировки. Далее, смотрите, вы пишите, например, что она первая в рейтинге в соцсетях. Естественно, все переписку дали, а иногда звонил ей, естественно, когда это происходит, когда он на работе, или я, или я. То есть здесь имеет место быть что? Здесь имеет место быть преследование. Как вам и сказала моя коллега, значит, Марина Голикова. То есть вы находитесь в преследовательской позиции. Почему? Потому что вы жертва. Вы жертва, вы чувствуете себя в этой, в этой ситуации жертвой. И отсюда, отсюда у вас и возникают трудности. Какие трудности? Ну, например, вот в том, что вы испытываете очень, значит, серьёзный негатив, очень серьёзный деструктив от того, что вот, собственно говоря, я, ну, мужчина так себя с вами ведёт. И мне кажется, мне кажется, мне кажется, мне кажется, что здесь нужно в первую очередь понять следующее, что вы на данный момент, на данный момент, предследуете какие-то свои цели. И залезая к нему в его аккаунт, ну, вот, тот самый, да, аккаунт, который вы понимаете, что плохо, что нельзя, нельзя залезать в его аккаунт. Но всё равно, всё равно, всё равно, всё равно залезаете. Почему? Потому что нужно, потому что чувствуете, что, значит, ну, чувствуете, что вам это, что вам это необходимо. Вот. А вот вопрос, вопрос-то в чём, да, вопрос какой, значит, вопрос заключается в том, для чего вам это необходимо. Понимаете? Понимаете? А вот. И мне кажется, что с этим нужно разбираться. Для чего вам, что-то вы делаете. Далее, вы пишите, была сильная ссора. Вот опять, была ссора, была не ссора, вы, именно вы и только вы поссорились с молодым человеком со своим. Вы говорите, вы говорите, меня это задело. Хорошо. А вот это задело в чём? Конкретно. Вот. Позвольте своему чувству, да, позвольте своему чувству развиваться. Позвольте своему чувству охватить вас. Просто позвольте это, посмотрите на то, посмотрите на то, что вы почувствуете, на что будет направлено ваше чувство. Куда? Кому? Понимаете? Вот мне думается, что если вы обратите свой внутренний взор на это, то вы очень легко поймёте, что вами движет так себя вести. Мне кажется, что это страх одиночества, отсутствие собственной значимости. Ну, вы можете бояться того, что вы недостаточно значимы в жизни, в мире и так далее. Вот. Если так, если так, то с чувством собственной значимости нужно, конечно же, работать. Как и с тем, что вы боитесь остаться, ну, одна. Потому что, потому что это то, что вы боитесь остаться одна, говорить о том, что вы себя до конца не принимаете. Вот. И, соответственно, нужно принять то, что у вас есть. Просто принять то, какая может быть вы есть. Отсюда, быть может, и желание уйдёт преследовать вашего, ну, вашего мужчину и требовать от него, возможно, того, что он вам по той или иной. И причине датной силы. То есть нужно, откровенно, нужно работать над, значит, ну, над своей самооценкой. Вот. Мне кажется. Лужно работать над своей самодостаточностью. А то в аккаунты залезаете чужие, следите, следите, да, за тем, с кем живёте. Это, конечно, не здоровые отношения, но... Так. Решил обратить в аккаунт. Так. Значит. Я делаю очень плохо. И тут я вижу, как он сам пишет на работе. Если она вам придёт к ней на работу. Я не могу такое терпеть. Ну, так что, не терпите и... Опять же, как вам сказала моя коллега, уходите, если ваше не устраивает его поведение. Вот. Мужчину только менять не надо, да, а... Вот вы можете поговорить с ним об этом. То есть сказать, ну... Так и так, вот. Признаваться в том, что... Ну, в том, что вы... Знаете... О его... Связи. Не стоит, потому что это... Дискредитирует вас. Но, вот сказать, что... Вы не чувствуете себя... Значимой и ценной. Вполне можно. Вот. То есть здесь вот у вас, видите, такая жертвенная модель поведения. И мне... Мне... А... Думается... Что... С этим... С этим нужно работать. В первую очередь. Вот. Я думаю, что именно с этим нужно работать. Вот. Вот. Поэтому... Вот так. А... Что касается того, что вы... Ну, вот вы просите... Просите... А... Понять вас. Да. Вы просите вас... А... Понять. А... Я думаю, что... Ну... В этом аспекте у вас проявляется... В некоторой степени психотическая модель... Поведения... В... В том плане, что... А... 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 Вы боитесь... Чего? Что... Мы... Осуждать вас будем? Не будем. Вы боитесь, что мы... А... А... Оценивать будем? То, что вы делаете? Нет. Не будем оценивать. Откуда у вас вот эта вот... Вот эта вот... А... 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 Поймите меня... Меня... Пожалуйста. А... Для чего вам... Грубо говоря... А... 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 Понимание... Понимание вас... А... Для чего вам... понимание. Для чего вас, чтобы вас понимали? Вот так вот. Давайте попробуем вопрос поставить. Зачем вам это нужно? Вот. Значит, ну и вот, я думаю, что так можно ответить вам на ваш вопрос. На этом всё. Надеюсь, что мой ответ был полезен. Обязательно определитесь с тем, для чего вы хотите что-либо делать. И дальше последовательно нужно работать с тем, что я озвучил. По-другому ваши проблемы не решить, потому что, скорее всего, по опыту, вы вполне возможно повторите свой сценарий, который вот у вас есть сейчас, но только уже, соответственно, с другим мужчиной. Вот. Ну и вряд ли вас это сделает, опять же, счастливой. Вот. Поэтому, чтобы всё-таки быть свободной в отношениях, да, чтобы быть всё-таки счастливой в отношениях. Я рекомендую вам работать над тем, что вас сдерживает, над тем, что вам мешает. Контролировать себя и свои отношения. Делать так, чтобы всё зависело только от вас, исключительно от вас и больше не от кого. Вот. Мне кажется, что именно над этим вам и нужно будет работать. Ну, а если понадобится моя помощь, то я с радостью вам в этом помогу. Я желаю вам всего доброго. Надеюсь, что мой ответ был полезен. Если у вас остались вопросы, пишите мне в личку. Буду рад вам помочь. Если понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok